Здравствуйте! После просмотра одного видео на моем канале, многие зрители начали сомневаться, что за короткий период укоренения виноградных черенков не может быть такая большая корневая система, длиной до 10 см. Повторяя прежний опыт ускоренного укоренения черенков винограда, буду проделывать те же действия, что и раньше. В чем заключается секрет такого укоренения черенков винограда, в этом видео постараюсь прокомментировать о таком результате. Сегодня 31 января 2019 года. Иду на улицу доставать виноградные черенки, которые глубокой осенью положил я прямо на землю. Сейчас они находятся под снегом. Давайте глядим температуру, какая на улице. Температура на улице на градуснике около 6 градусов мороза, но в этом месяце она опускалась ниже 21 градуса. В этом месте, где лопата, вот там я начал раскапывать, там у меня находятся виноградные черенки. Раскопку я буду вести аккуратно, потому что там у меня еще лежит градусник. Я решил замерить температуру, которая будет там. Вот под этим утеплителем с фольгой находятся у меня черенки виноградные. Вот градусник. И здесь температура, видим, около нуля. И достаю эти черенки. Вот они, эти череночки. Сейчас занесу их в помещение. И при такой температуре они должны где-то не менее суток акклиматизироваться. Занес данные черенки домой. Давайте сделаем срез и посмотрим, зеленый или вымерший здесь. Вот беру здесь, срезаю. Вот еще лед. Здесь видим, какой прекрасный цвет. Еще мерзлый, между прочим. Теперь давайте проверим почку. Разрезаю ее пополам. Это верхний глазок. Вот видим, почка тоже зеленая. Так что ничего не вымерзло. Теперь эти черенки меняют сутки по стояток. Потом сделаю вымочку. И потом поставлю их на окоренение. Посмотрим, что с этого будет. С того времени, как положил я ее на родной черенки на вымочку, прошло около суток. Вода здесь должна быть снеговая или из родника. В данном случае у меня вода здесь родниковая. В эту воду никаких ускорителей роста корней не ложим. Сейчас сделаю срез, отступая от узла от 3 до 5 мм. Если мы данный черенок будем помешать в грунт. А если в воду, то здесь расстояние должно быть более где-то 10-15 мм. И так делаю срез. Видим, какого цвета. Зелененький, хорошенький. Нижнюю почку ослепляем. Наношу 2-3 борозочки. Вилку в данном случае беру. Отступая с нижней части где-то 20-25 мм. Достаточно. Раз, два, три. Сделаю. И опускаю ранее приготовленный грунт. Грунт здесь у меня в таком составе идет. 1 час вермикулита и 2 часа универсального грунта. Если есть грунт для цветового зали, то еще это будет лучше. И помешаю сюда этот черенок. Слой этого грунта где-то около 7-8 см. И остальные черенки также подготавливаю, как и ранее проделываю. Все виноградные черенки подготовлены и поставлены в этот грунт. Черенки тоже будут проходить процесс укоренения без всяких добавок. Эту ведерко закрываем темным пакетом. Полностью герметично не надо, чтобы сюда чуть-чуть воздух попадал. И ставим такую коробочку. И теперь эту коробочку ставим в теплое место, где температура будет не ниже 22 и не выше 26. 22-26 градусов. И через 10 дней можно сюда посмотреть, как она выглядит, эта почва. И посмотреть, корни пошли в рост или нет. Какие наилучшие сроки прорашивания черенков винограда, можно посмотреть видео на моем канале. Ссылка вверху. С того времени, как поставил эти виноградные черенки на окоренение, прошло 18 дней. Конечно, это уже многовато. Надо было дня 2-3 назад просмотреть. Но все как-то откладывал. Давайте глянем температуру, какая здесь находится в коробе. В этом температура где-то около 25-26 градусов здесь. Сейчас раскрою и посмотрим, как выглядят данные черенки. Вот видите, как они выглядят. Пошли уже почки в рост. Листочки по 2 образовались местами. Конечно, надо было бы чуть-чуть пораньше просматривать. Но что есть, то есть. После того, как я посадил их сюда, один раз сбрызнул в воду где-то через 10 дней. И больше никаких действий я здесь не проводил. Поставил и вот теперь достаю. Заблаговременно приготовил вот такую грунтово-песчаную смесь, в которую потом буду высаживать эти виноградные черенки. Одна часть песка, две части чернозема и одна пятая часть вот такого грунта. То финогрунт, это делается для того, чтобы был грунт рассыпчатый и хорошо проходил воздух к корням винограда. Беру эту посуду и сейчас будем в другом месте доставать эти черенки. И просматривать, как они дали окоренение или нет. Достаем виноградные черенки. Этих виноградных черенков нижняя часть ничем не обрабатывалась. Просто как есть. На воде сделал вымочку просто и поставил их сюда. Этот состав вермикулит и цветочный грунт. Достаем эти черенки и давайте будем просматривать их. Вот видим, какие корешки. Конечно, мало корешков, но корешки большие. Конечно, это 18 дней. Многие говорят, что за 18 дней не может быть такая большая корневая система. Вот, наблюдаем. Достаточно было бы 14 дней и корешки были бы нормальные. На этом меньше корешок, но нормальный тоже. Вот видим, какие корешки большие. Это 18 дней. Вот та тогда даже стоит вторая, а сегодня 20-я. Видео выставлю на свой YouTube-канал по графику во вторник, 26 февраля. Вот видим, какие богатые корни. Достаем остальные. Вот здесь слабенькие корешки, потому что две почки проклюнулись и корешки, соответственно, меньше пошли в рост. На этом только образовался калус. Тоже две почки. Этот черенок я ставлю назад, сюда, в почку. Вот здесь, какие корешки видим, тоже большие. И две почки тронулись в рост. Вот, смотрим. Какая большая корневая система. Тоже две почки в рост пошли, а корни какие большие. Вот корни за 18 дней. Опять многие зрители не поверят, что это произошло за 18 дней. Вот почка пошла в рост. И какие корни большие. Конечно, надо было дня три назад просматривать. Все откладывал это время, откладывал. Ну вот, видите, 18 дней прошло с того времени, как поставил я эти виноградные черенки на коренение. Вот какие корни большие. Почка в рост пошла. Вот какие большие корни. О, видите, какие большие. Почка тоже в рост пошла. И вторая, верхняя, тоже хочет проклюваться. Корни отличные. Всего-навсего 18 дней прошло с того времени. Как поставил я эти виноградные черенки на корень. О, какие большие корни. Две почки тронулась. Какие большие корни. Вот в чем и кроется секрет такого бурного роста корней на черенках винограда. После холодного, или лучше сказать замерзшего состояния древесины и почек этих черенков, толчок к быстрому росту корней и пробуждению почек непосредственно сыграла постоянная температура внутри короба. И соответственно, грудь, в который были помещены эти черенки. На разных виноградных черенках по-своему образовываются корни. Одни раньше, другие позже. На этой только пошли почки двевроз и калус. Корней еще нет. Вот маленький корешок проклевывается, но я еще их поставлю назад. Из всех этих черенков, три черенка только не дали. Корневой системный калус на них всех есть. Почки все тронулись. Эти виноградные черенки хранились на улице под снегом. Почки, как мы наблюдаем, не вымерзли. Корневая система хорошо образовывается. Почки благополучно перезимовали. Вот видим, какая большая корневая система. Это многие зрители сомневаются, что не может быть за такой короткий период времени такая большая корневая система. Все говорят не менее месяца. Вот видео еще одно делаю для тех, кто сомневается, что так может быть. Вот видим, какая большая корневая система. И сейчас буду высаживать их в стаканчики. Беру вот такие стаканчики. Делаем отверстия не снизу, а сбоку. Эти дырочки можно прожечь паяльником или выжигателем. На них засыпаю керамзит. Керамзит засыпаем, чтобы эти отверстия были все покрыты керамзитом. Вместо керамзита можно пенопласт добавлять или другие сыпучие материалы, которые хорошо будут пропускать воздух к корням винограда. Все у нас насыпал керамзит. Теперь буду сюда засыпать ранее приготовленный грунт. Немного засыпаем. Засыпал сюда данного грунта около 2 см. Теперь поставлю виноградный окорененный черенок. И дальше буду засыпать землей. Вот видим, какой большой корень. Конечно, его можно обрезать было. По кругу аккуратно ложим, чтобы они были как бы кольцом, эти корни. И засыпаю землей. До конца не засыпаем. Оставляем место для воды, сантиметра полтора-два. И проливаем водой. В данном случае ротниковая или оставшаяся вода. Проливаем насквозь, чтобы вода просочилась и пошла через отверстия. Вот видим, вода уже пошла через отверстия. Достаточно. И теперь ставим этот стаканчик с виноградным черенком на место в посуду, где он будет пребывать. Потом поставим это на осветленное место. И остальные виноградные черенки таким же образом высаживаю в стаканчики. Теперь эти вегетирующие саженцы ставлю на более освещенное место. Это на подоконник. И первую поливку буду делать, смотря по состоянию почвы. Но не ранее, чем через 7-10 дней. Теперь давайте посмотрим, как эти вегетирующие саженцы выглядят после 4-х дневного пребывания на подоконнике. Листочки начинают приобретать свою зеленую окраску. И набираются соцветия. Соцветия удаляем. Пишем свои впечатления просмотренного видео. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.